Пока все активно обсуждают, стоит ли посещать Олимпиаду российским спортсменам. Сам Олимпийский комитет откровенно лажает, или же намеренно выкладывает, что называется, все свои карты на стол. Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах в открытую решил признаться в том, что все решения за последние несколько лет, связанные со сторонением российских и белорусских спортсменов, все же были предвзятыми и политизированными. Подпортит ли это репутацию Олимпиады? Безусловно. Но, похоже, организаторы уже не особо переживают по этому поводу. Для них главным бельмом на глазу стали игры дружбы, проводимые в России. Однако все зарубежные фанаты спорта вовсе так не считают. По их мнению, спортивная культура потеряла довольно сильного соперника по всем фронтам, отчего в ключевых видах соревнований началась откровенная деградация и понижение класса. Как же так вышло и что такого, сообщил Бах. Да и вообще, как все к этому пришло, об этом сегодня и поговорим. Всем привет, с вами новостная вырезка. Спасибо, что остаетесь с нами. А прежде чем мы начнем, настоятельно просим вас лепить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Тем самым вы оказываете нам большую поддержку. А теперь усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. А стартанем мы с того, что постараемся объяснить, почему вообще россиян стараются не допустить к Олимпиаде в Париже. Ведь дело в том, что с международно-правовой точки зрения дискриминация спортсменов нашей страны из-за резолюции ООН является ничем иным, как произволом. Довольно часто от Международного Олимпийского комитета в адрес России звучат претензии, основанные якобы на нарушение Олимпийского перемирия, которое произошло в феврале 2022 года. В одном из своих заявлений МОК даже старался объяснить свое разное отношение к правительствам России и Израиля. Ведь обе страны связывает вооруженный конфликт. Олимпийское руководство на тот момент призвало отказаться от дискриминации израильских спортсменов, мол, те не отвечают за действия своего государства. Однако данное высказывание многих поставило в ступор. Почему же в таком случае с такими ограничениями столкнулись россияне и белорусы? Принятые меры и рекомендации Международного Олимпийского комитета являются следствием начала СВО, начатой Россией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине-22, говорится в сообщении Лозаннской пресс-службы. Это было нарушением действовавшего в то время Олимпийского перемирия и нарушением Олимпийской охартии. В данных высказываниях имеются в виду сроки начала СВО, события которой начинают отчет 24 февраля 2022 года. Именно в это время якобы МОК и ООН призывали страны воздержаться от конфликтов, а конкретно с 4 февраля по 20 марта 2022 года. Данной причиной Томас Бах будет в дальнейшем пользоваться на регулярной основе как поводом для санкций и отстроений нашей страны на протяжении нескольких лет. Но что если мы вам скажем, что никакого понятия об Олимпийском перемирии у Международного Олимпийского комитета нет и никогда не было? А данная риторика принадлежит совсем другой организации, а именно Генассамблеи ООН. Как же так может быть? И что же, никто ничего не заметил, спросите вы? Конечно, заметили. И сразу. О незаконности употребления такого термина в качестве обвинения в нарушении Олимпийской хартии посетовал Исполнительный комитет Олимпийского комитета России еще 3 марта 2022 года. Звучало это примерно так. Олимпийская хартия не содержит каких-либо упоминаний об Олимпийском перемирии. Данная категория используется исключительно в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, обращена к субъектам международного права, государствам, членам Организации Объединенных Наций и никак не может быть использована как предлог для дискриминации спортсменов или граждан из отдельно взятой страны, со стороны международно-спортивных организаций, говорила в заявлении. Получается просто невероятный абсурд. Выходит, что ООН, обладая резолюцией об Олимпийском перемирии, никаких санкций за нарушение не вводила. А вот Международный Олимпийский комитет, вообще к этому отношения не имеющий, будучи независимой и якобы объективной структурой, решила, что она это делать вправе. Причем выражено это было непростыми переживаниями, как в случае с Израилем или Палестиной, а куда более существенными санкциями и ограничениями, не предусмотренными ни Хартьей, ни какими-либо другими документами. Отметим также, что подобные нарушения Олимпийского перемирия случались неоднократно, и санкции в целом были обыденной практикой для МОК. Однако, начиная с 1992 года, так сказать, как раз с момента возникновения данной инициативы в ООН, было зафиксировано более десятка случаев, когда подобные конфликты совершенно безнаказанно начинались и продолжались прямо во время Олимпиады. И Россия, похоже, стала первой страной, к которой отнеслись подобным образом. Какие только заявления Бах не делал в сторону нашей страны. И в агрессии наших чиновников и правительства обвинял, за что, кстати, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров тогда заявил, что деятельность МОК и его главы является предательством всех идеалов Олимпизма. Из-за допинговой истории Бах тоже нам припоминал. Хотя все мы знаем, как эта история работает. Чего стоил только случай с перекаченной стероидами американской гимнасткой Симоной Байлз, которая не была дисквалифицирована и получила свои четыре золотых и одну бронзовую медали. А вот бедные трудяги Камиле Валиевой до сих пор житья не дают. Насколько же это была открытая история, уже без всяких подковерных игр. И все эти комитеты и организации будто открыто показали свое влияние. И вот, похоже, дело дошло и до главы Международного Олимпийского комитета Томаса Баха, который, наконец, признался в своей предвзятости. Совсем недавно он выступил на Генассамблее Национального Олимпийского комитета Океании. И поначалу Бах, конечно, продолжал вилять в своих речах, вныв подчеркивая, как и они молодцы и все правильно делают. Глава Международного Олимпийского комитета радостно сообщил, что ему удалось избежать бойкота Олимпийских игр в Париже. Несколько месяцев назад, может быть, вы помните, на Генеральной Ассамблее АНОК в Сеуле в зале чувствовалось напряжение и звучали угрозы бойкота. Теперь мы можем сказать, что в данный момент эта дискуссия окончена. По-прежнему существуют различные мнения. Одни говорят, что мы зашли слишком далеко с применением санкций в отношении тех, кто нарушил Олимпийскую хартию. Другие говорят, что зашли недостаточно далеко. Обычно это говорит о том, что вы в правильной позиции. Если обе стороны не на 100% счастливы, то вы приняли правильное решение. Потому что если бы одна сторона была довольна, то другая была бы крайне недовольна. И тогда мы бы столкнулись с настоящими проблемами. Теперь мы можем с полностью уверенностью сказать, что эта дискуссия окончена и что мы вместе соберемся в Париже на отличных Олимпийских играх. Предстоящая Олимпиада пройдет во время специфической геополитической ситуации. Если бы эта Генассамблея прошла 6-8 месяцев назад, я был бы вынужден вдаваться в детали. «Думаю, что теперь эта ситуация поменялась. Мир находится во все еще очень сложном, я бы даже сказал, плохом состоянии. Стало даже сложнее с тем, что происходит в Средней Азии, Африке и других конфликтах. Но в Олимпийском движении мы видим, что мировое сообщество поняло и приняло наш подход политического нейтралитета. Когда мы накладываем санкции на тех, кто нарушает Олимпийскую хартию, и защищаем тех, кто не нарушает ее. «Неважно, атлеты это или ног», – сказал Бах, выступая на Генассамблее Национальных Олимпийских комитетов в Океании. «Очередное лицемерие и двойные стандарты», – заявили зрители и фанаты спорта в социальных сетях. Кому-то было смешно от данных высказываний, кому-то, может, стало и стыдно. Особенно наблюдать за тем, как в МОК пытаются найти разницу в мировых конфликтах и оправдать, так сказать, свои страны. Или страны, на которых указал им западный куратор. И тут внезапно глава МОК выдает самую настоящую правду, которую знали, пожалуй, все, но, возможно, по понятным причинам боялись озвучить. «Мы должны защищать автономию МОК, во что бы то ни стало. Я это уже говорил много раз, но это нужно повторить. Это не означает, что мы аполитичны, что мы ведем себя так, как если бы жили на Острове Святых, что мы не признаем, что наши действия имеют политическое влияние. Они должны иметь политическое влияние, потому что иначе мы не были бы актуальны», сообщил Бах, выступая на Генассамблее. Это что же получается? Выходят все предыдущие высказывания, что в тот день, что в прошедшие года были неправдой, фальшивкой. А как же борьба за права и свободу атлетов? А фраза «спорт вне политики» теперь, кстати, она звучит еще более жалко. Ведь данной речью глава МОК фактически говорит следующее. Международный Олимпийский комитет имеет и должен иметь политическое влияние. Вот так дела. А как же быть тогда с Олимпийской хартией, которой Бах регулярно руководствовался? Да и постойте, выходит, что отстранение России и нейтральный статус наших спортсменов не что иное, как политическое решение. Конечно, многие и без объяснений это понимали. Но что же побудило внезапно главу Олимпийского комитета? Озвучить это публично остается вопросом. Таким же вопросом остается и то, к чему это может потенциально привести. Речь, конечно, идет о том, что будет происходить после Олимпиады в Париже. Может что-то и изменится, кто знает. Ведь в спортивном мировом сообществе уже не все так гладко. Ярким примером стал минувший чемпионат мира по фигурному катанию, где, по мнению зрителей и фанатов, не было, что называется, должной конкуренции из-за отсутствия наших спортсменов. Он прошел тускло и нудно, а из действительно необычных вещей в нем было выступление действующей чемпионки, которая призналась, что катается хуже наших спортсменок. Японская фигуристка Сакамото Каори стала трехкратной чемпионкой мира подряд, что удавалось всего нескольким людям. И вот, когда ее прямо спросили о потенциальной конкуренции с русскими фигуристками, она ответила, что, конечно, хотел бы продолжать побеждать. «Ведь это естественно. Но я отлично понимаю, что не могу быть на вершине вечно. Значит, я должна буду сделать все, что от меня зависит. И да, мне придется кататься на порядок лучше», — сообщила японская фигуристка. И ведь так оно и есть. Если сравнивать оценки фигуристок на чемпионате мира и чемпионате России, то баллы японской чемпионки соответствуют баллам четвертого, а то и пятого места чемпионата нашей страны. Что, конечно же, не осталось незамеченным для фанатов спорта, которые рьяно стали критиковать соревнования, заявляя, что для того, чтобы быть неоспоримым чемпионом, нужно бороться с сильнейшим, а не убирать их в сторону, применяя подковерные игры или пользуясь запрещенными приемами. Такие вот новости, дорогие друзья. Ну а что об этом думаете вы? Обязательно пишите свое мнение в комментариях. А также не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Тем самым вы оказываете нам большую поддержку. Спасибо за просмотр и всего хорошего.